Перед поездкой команда прошла двухнедельные сборы в Цхинвале. В первую неделю больше внимания уделяли физической подготовке спортсменов, а во вторую неделю больше проводили упражнений с мячом, отметил тренер сборной Республики Южной Осетии Суслан Кочев. Двухнедельные сборы у нас прошли по такому этапу, что недельный сбор у нас был двухразовые тренировки на физику, а вторая неделя уже проходила больше с мячами. Тренировки у нас были очень хорошие, с мячами все, чтобы ноги немножко отпустили, и ребята, чтобы они уже к чемпионату поехали готовыми, ненагруженными. И я думаю, что команда сейчас, если не на 100%, а на 80% точно готова. В сборную страны в первую очередь были призваны игроки футбольного клуба Цхинвал. Также были приглашены и игроки, играющие в первой и второй российской лиге. Изменения произошли и в тренерском штабе. Те проблемные линии, которые у нас были, по этим линиям пригласили игроков, это люди, которые играют в первой лиге, во второй лиге. Это Гурцев Батрас, Хасаев Джамбулат, Алексей Молдаров. И я думаю, что они нас усилят и нам помогут. Потому что сейчас, как я до этого говорил, в команде хороший микроклимат. Мы серьезно подходим к чемпионату. И я смотрю на ребят, и все ребята серьезно готовятся. Пригласил помощника второго тренера, это моего близкого друга Хозьева Марата Узбевича, который сейчас работает в Спартаке, Владикавказе, тренером. Очень серьезный тренер тоже. В прошлом опытный футболист. И я не сомневаюсь, что и он нам тоже поможет. Накануне сборная провела двухстороннюю встречу, которая помогла тренерскому штабу определиться с основным составом команды. С составом в голове я уже определился, но до игры этот состав, кроме тренеров, никто знак не должен и не будет. По словам нападающего сборной Ибрагима Базаева, команда будет стремиться к победе. Времени для подготовки у нас было мало. И сейчас команда в каком состоянии находится, тяжело сказать. Но у нас команда сейчас тоже тренируется с позитивом. Тренировочный процесс проходит, я думаю, так, как надо. Будем выходить на каждый матч и будем стараться выигрывать. Чемпионат Европы под гидой Кунифа пройдет с 1 по 9 июня. Команды поделены на две подгруппы. Сборная Южной Осетии будет играть в группе «Б», где также играют Секейский край, Западная Армения и Падания. Югостинские футболисты свою первую встречу проведут 2 июня с Западной Арменией. На второй день они будут играть с Паданией. А 4 июня соперником Южной Осетии будет команда Секейского края. Эльвира Тибилова, Батрас Хурьев, Ренат Медоев. Информационный выпуск. Сегодня.